Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ 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 Итак, мы начинаем наш торжественный праздник. Аплодисменты. Да. Здравствуйте. В эфире Вести. Коротко об основных событиях прошедшего года. Сегодня для всех учеников страны прозвучит последний звонок. Об этом несколько подробнее расскажет наш экспонент Ярославля Тамара Дмитчук. Выведем наш репортаж из средней школы номер 24. Сегодня здесь прозвучит последний звонок в 25-й мобилейный раз. Меняются песни, меняется мода, и дни пробегают быстрее и быстрее. Но варь с удивительным школьные годы опять приглашает на праздник людей. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Десять лет назад распахнули простого знания нынешним одиннадцатиклассникам а теперь пришли проводить их в одну свою жизнь Вот один из нашей передачи вам предстоит ответить на несколько вопросов Все ответил Не могли бы вы ответить не могли бы вы сказать какими они были десять лет назад Какими были десять лет назад десять лет назад ну конечно с теми же бантиками с теми же улыбками на лице только они были немножко понаивней немножечко помоложе конечно еще бы целых десять лет возраст срок и конечно они были очень отзывчивыми Вот я вспоминаю когда-то давно когда еще существовала пионерская организация ребят они были как раз в третьем классе нужно было принять пионеры они все очень хотели вступить в пионеры и мы решили а почему бы нам не съездить в Москву и мы поехали в Москву и мы все вместе отправились с ребятами и нам помогали родители и пионеры нас приняли около помните? где? здесь на гваре да по памятнику неизвестному солдату а еще мы очень любили ходить в походы и с удовольствием отправлялись в любое-любое путешествие а еще как-то на уроке природоведения я ребятам предложила давайте познакомиться с животными нашей страны и такое было обилие разных-разных рассказов о животных у меня даже до сих пор лежит книга а не чумак а мне животные пустыни вспоминала посмотрела на фотографии ребят и вспоминала о том какими они были раньше вот они такими были спасибо не могу сказать кто был самым веселым из них кто создавал на всех больших хлопот а кто был самым умным учительницы говорят как мать мать не может говорить про своих детей что они глупые что они не воспитаны или не выдержаны или еще что-нибудь отрицательное я считаю что все мои дети были умными по крайней мере я очень хотела чтобы все они были умными самые мои хлопотливые мне казалось что были мальчики у меня была такая группа ребят очень хорошая группа ребят но в то же время они были ужасно непоседливы они все время что-то придумывали они все время стремились к новому к неизвестному неожиданному возглавлял эту группу по-моему Алеша Пудок да в Италии самые веселые веселые наверное конечно можно быть невеселыми в школе по-моему это даже неподвижных сомнений знаете я хочу чтобы вы не потерялись сейчас такая сложная жизнь и вы чтобы вы не потерялись жизни вы все люди все люди с большой буквы постарайтесь найти свой именно свой путь жизни по которому никто никогда не ходил и вы пойдете по нему первые единственные и пускай этот путь для вас будет самым самым главным всем хорошего вам спасибо 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 Здравствуйте, здравствуйте! С вами в эфире программа «Устами младенца» и ее ведущий я, Сергей. Сегодня у нас играют выпускники. Первый конкурс объяснялки. Это когда юные дарования попытаются вам объяснить смысл слова, а вы должны отгадать его. Что очень мне нравится учителям, но очень помогает ученикам во время экзамена. Правильно, вы это отгадали. Теперь послушаем объяснялку номер два. И давайте не будем перебивать, пока они не расскажут до конца свою объяснялку. Это самые большие и умные ученики в школе. Это 16-летние и 17-летние ученики, которые все прошли и на короткое время остались свободны. Правильно, вы опять отгадали. И теперь объяснялку номер треть. Это трудные испытания, с которыми сталкиваются все ученики. Ну вот, я вижу, что вы отлично владеете школьной терминологией. И теперь примейте подарок от нас. Поздравление первоклассникам. Спасибо. 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 Детство. Спасибо. 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 Детство. Спасибо. Спасибо. Детство. Спасибо. Спасибо. Детство. Спасибо. Детство. 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 Красоту я навела, как Наташа Планкина. Я дальше в ванной не хочу, я целый день учу, учу. И, может, на конкурс потом полечу. И приз самый главный я там получу. И покориться мне всех профессоров, как это сделал Миша Соловьев. Десять лет промчаться быстро, я мечтаю стать артистом. Буду тянется один, веселым, как ваш Дима. Смерть я решусь, я всех лучше и быстрее. Тех, коли скажут про меня, он умный, как Сергей. Вы такая страна. И величава, что у нас осенька она. Куля любит иностранных, я ее в пример взяла. АПЛОДИСМЕНТЫ И Настя строгая ноги, за спиной касается. И одета очень строго. И на быте педагога. АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь девчонок так танцует, что кружится голова. Юбки красные мелькают, то туда, а то сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы нам очень нравились, что такие взрослые. Прямо как начальники, умные, серьезные. И когда мы выросли, то поверить можете, что мы таким же и на вас похожим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Открывайте, детки, да грустится. Добрых чувств не прячьте никогда. Жизнь и юность к вам, друзья, стучится. И уходят в детство навсегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Шагать вам дальними путями, ни перед чем не отступать. И все намеченное вами пусть будет сделано на пять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проходите, проходите. Давайте, туда, туда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Воскресенье 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 Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на самой игровой всех музыкальных и на самой музыкальной всех игровых В эфире «Угадай мелодию»! Я уверен, сегодня будет отличная игра, будет азартно, интересно Ведь сегодня играют ваши классные руководители Поприветствуем их в студию! Троньте, троньте! Я не буду их вам представлять, вы их все прекрасно знаете Но я хочу зачитать ваше мнение к ним, которое сложилось на протяжении долгих лет Голубакова Галина Федоровна, самая опытная, самая мудрая, самая строгая Голубака Ивановна, самая обаятельная и привлекательная Марышкина Лариса Юрьевна, самая требовательная Итак, я хочу вас познакомить с правилами нашей игры Нашим игрокам или участникам, как вам лучше сказать Нужно угадать мелодию и постараться ее напеть Правила понятны? Да, понятно Итак, подсказка номер один Песня «Тяжелой вины» взяты на себя Слушаем музыку! Виноваты ли мы, виноваты ли мы, что доверили нам вас учить? Дни и ночи не спать, дневники проверять, за короткие ютки жули Вам хотелось гулять, мы шмеливо сыграть, АВНы в рейдринки в мотболы А уж кто-то не мог, пропустил вдруг урок, Мы отправим депешку домой Виноваты во всем, виноваты кругом, Ох! Но хотим мы себя оправдать, Не напрасен был труд наш, мы в сердце светел, Помогали вам мир познавать Первая песня указана, Вы согласны дать им святочки, которые стоят? Первая песня указана, подсказка номер два Песня об атмосферных явлениях в вашем доме Слушаем музыку ПЕСНЯ 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 Спасибо. 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 ridic. Это ноисейnierшн учителя, наших людей были вместе с ними��, вот разумывая на тем, что знала школа нашим детям, вот моему ребенку в 2017 году и вообще всем. Я наносилась на то мысль, что, согласно нашей статистике, я правда не знаю, как эту цифру вычислили, но я думаю, что она очень детская тема. Родители наши российские воспитывают своих детей 7 минут в день всего лишь. И поэтому ту основную часть воспитания наших детей взяла на себя, наверное, школа. Мы нам благодарны этим. И сегодня я бы хотела пожелать всем нашим выпускникам замечательным, красивым, чтобы они правильно выкрыли свою дорогу в жизни, чтобы она была для них счастливой, чтобы они все успешно сдали экзамены в тусе разума. Хочу пожелать им хороших учеников и достойной зарплаты. И пусть у них будет чуть-чуть побольше, чем 7 минут на воспитание своих собственных детей. Спасибо. Но виновниками нашего сегодняшнего торжества все-таки являются выпускники. Мы очень много раз слышали, как ругают нынешних выпускников за несоответствующий внешний вид, за недостойное поведение, за попытки поесть во время уроков в столовой и за многое-многое другое. И мы подумали, что подобные меры воспитания могут способствовать развитию комплекса неполноценности. И чтобы избавить наших выпускников от этого комплекса, и чтобы разбить у них хоть малейшее чувство восхищения собой, мы решили посвятить им оду, которая будет служить напоминанием нашего признания и безграничного восхищения. Они, конечно, не услышали бы этих слов, если бы были хоть на год младше нас, но их мудрый возраст приводит нас в трепет, язык перестает слушаться, и независимо от плоти, душа поет им дифирамболь. О, будь же ты благословенен! Тот класс, в котором собрались и честность, и любовь, и верность, все добродетели земли, чревоугодников не сыщите, вы все обители святой, повес, лентяев, потребителей найдете лишь за дверью той. Зеленый змей вас не задушит, и наркоманов нет средь вас, и с никотином вы недружны, все скажут в голос. Лучший класс! Пороков вас совсем не видим, быть может их узрит другой, но всех поганиших пророков не звергнем праведной рукой, и только слезы умиления струятся из очей у всех, и только слышно, утешение вы наше, вам не свойствен грех. Одна надежда и огонь, выпускники, мы ценим вас, и рухнула давно бы школа, когда бы не родили вас, но слава богу, вас родили, и у многоденцев и земля, хоть даже в мир мы исходили, сравнение подобрать нельзя, и не сочтут здесь в охвате, здесь правда все, и нет уже. А коли скажут кто, на хайство планета закричит, не лжи несчастной пасмана к природе, коль знал бы ты, о ком кричишь, ты ужаснулся в мысли эти, и все, уже молчишь, молчишь, и в школе сей таких не скроем одни, уж и не ищем мы, гордитесь вы своей головой, а те, что пусть стукнут головой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я беру гитару вновь, Я на ней играю, Стать как Миша Соловьев Я давно мечтаю, У него теперь, друзья, трудная дорога, Но я учусь пока, не судите строго. Великобритания, Дай мне Миша Соловьев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 А еще я хочу, чтобы выпускницы очень внимательно послушали мой рассказ, потому что с одной из выпускниц я знакома была задолго до школы, до первого класса. А дело было так. У нее была очень умная бабушка, которая считала, что нужно ребенка не только воспитывать в пеленок, но можно уже и обучать. А в нашей школе в то время не было дошкольной гимназии, как сейчас, неятельного класса. И до этого бабушка привозила коляску с прелестным очаровательным ребенком к школьному крыльцу и оставляла ее на немного постоять. Старалась она угадать то время, когда учителя выходили из школы и направлялись домой. И мы, конечно, останавливались поговорить с бабушкой, заглядывали в коляску и видели, что там не только прекрасная очаровательная девочка лежит с умными, как угольки, глазками, маленьким розиком, пухлыми щечками, но у ней был заградовский лобик. И мы все предсказывали, что у нее обязательно будут блестящие способности. Вот в том, что блестящие способности мы не ошиблись, но мы ошиблись только в одном. Говорят, что у девочки разовьются математические способности, потому что бабушка была учителем математики, и в школе все твердо знают, что математика у нас старится наук. Но, к сожалению, а может быть и к радости, у девочки стали развиваться гуманитарные способности. И когда я проанализировала, почему у нас получилось такое несовпадение, я поняла причину. Коляски чаще других подходили. Галина Павловна Круглова, Галина Павловна Круглова, Маргарита Александровна Буглева и, конечно, Галина Федоровна Калпаковна. Вот теперь я хочу, чтобы эта девочка встала и все на нее посмотрели. Галина Павловна Круглова, 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 Галина Пав Она анализировала успеваемость, проверила все журналы с Нины Михайловной Богуновой, и мы пришли к выводу, что успеваемость в нашей школе соответствует закону Дмитрия Ивановича Менделеева. То есть изменяется периодически. В начале четверти успеваемость резко падает, зато увеличивается заболеваемость и снижается посещаемость. В средине четверти немножко кривая ползет вверх, но она резко поднимается вверх, когда к концу четверти, ну а в конце года достигает своего максимального значения. И у нас, как говорится, вы поезжаете не только хороши, но и отличные в школе. Ну, я рад, хорошо. Ну, продолжим. Так, ну, приближается горячая пора, пора экзаменов. И каждого в этом зале, и выпускников, и их родителей волнуют вопросы, связанные с экзаменами. Ну, прежде чем, мы продолжим небольшая цитата. Предоставим слово Нине Михайловне. Я тогда буду выходить в эту аудиторию. На основании решения Педагогического совета от 15 мая все выпускники 11 классов к итоговой тестации за курс средней школы допускаются. Но я хочу разочаровать наших уважаемых учителей. Всех выпускников на итоговой тестации они увидят только на письменных экзаменах. От остальных экзаменов у нас многие учащиеся уже себя освободили. Миша Соловьев по итогам областной олимпиады по химии, занявший первое место, освобождается от экзамена по химии. И по итогам научно-практической российской конференции, где он занял второе место, освобождается от итоговой тестации по биологии. Ярушкин Илья освободил себя по итогам научно-практической конференции от экзамена по физике, занял второе место. Так, с оценкой 5 освобождаются. Кроме того, наши ученики предпочитают сдавать экзамены не в стенах родной школы, которую они так любят, а сразу в ВУЗ. Дети приемный экзамен принимают наши учителя Круглова Галина Павловна, Дедорога Ирина Борисовна, Добрина Лариса Федоровна и Ромашова Галина Ивановна. Мы продолжаем наш эмпатаж и в школу номер 24. Мы все убедились, что торжество здесь идет в полном разгаре. Сколько добрых слов, сколько пожеланий и на футболе было сказано в адресу с Богом. Вина стал черед сказать на своем обедных словах. К тому самому, безсловушному, последнему звонку. Мы шли к этому звонку кто 10 лет, кто 11. И все это время мы мечтали и думали о том времени, когда можно будет освободиться от ежедневных вопросов. Что сегодня было в школе? Или, например, почему 4, а не 5? Ну и, наконец, не слышать больше самого ненавистного вопроса. А ты уроки выучил? С этими вопросами мы ложились спать. Когда приходили в школу, то частенько встречались с учителями, которые были не менее любопытными, чем родители. Кто не помнит такого, например, вопроса в своей адресу? А что ты вчера такого делал, что даже уроки не успел выучить, а? Ну, такие сюрпризы, вопросы ерунда по сравнению с сюрпризами типа «А разве я вам не сказал, что сегодня будет контроль за ним?» Причем наши вопросительные взгляды встречали лишь полные ненависти глаза учителя. Что, впрочем, не мешало этому же учителю внимательно осматривать класс в поисках тех, кто решили списать учебниками в эти тратки. И, конечно же, нельзя умолчать о такой пункте, как издак достойный. Хорошо, если вы хоть что-то знаешь, а если нет? Отчаянные взмахи руками, отрубленные глаза, ищущие подсказки. Или спилят, которые вы перейдете в доску в судорожных попытках вспомнить хоть что-нибудь. Вот что вас ожидает в случае, не знаю. Но, несмотря на все подобные камни, встречающиеся при погрызании гранита наук, у каждого из нас есть любимые уроки. Как нам хочется посидеть на этих уроках снова. Как хочется, чтобы в учебном дне было не шесть, а все одиннадцать уроков. Еще и с классным часом. В кабинете дом. Есть женщина одна, учитель биологии, Ирина Яковлевна. Она всегда простит, пятеркой наградит. Любите биологию, она вас вдохновит. Поздний час, половина первого, но я еще не сплю. Ярославль найти хочу. Я ищу, я ползаю на карту, я спать давно хочу. Если повезет, шести найду. Вот Одесса, Беба, в Ефиопии. Вот мне машут негры на Эквадаре. Но где ж ты мой, Ярославль, могу облазать много стран. Но даже время мне не сможет помешать. Переползти океан и разогнав мозгах туман. На декорей родной двадцатый кабинет. Эквадаре подошла к концу. И на смену мыслям о демографической политике, плотности населения, местоположении на карте, приходят мысли о химических формулах и названиях типа никотинометанин, динуклетит, фосфат. Или, например, циклобутан, пергидрофинан, триангликоль. Итак, химия. Половитром, мы вам правду говорим. Нас ждут колы и двойки. Но все ж мы рождены, Чтобы не так всегда лопала в родонке. Одна у школы и родной страны. Одна у школы и родной страны. Получив элементарные знания по биологии и химии, можно смело идти туда, где тебя научат выходить из любых экстремальных ситуаций. Упал ли ты на самолете в тайгу, унесло ветром на надувном матрасе в открытое море, застряли в лифте или порезались, вы останетесь живы, потому что вы все-таки прослушали курс ОБЖ. На УБЖ, как на войне, Самооборону видишь во сне. Летят тетради, терется кровь, Идет война за дневник и любовь. Андрей Михайлович, Михайлович Андрей, Ты много указок сломала детей, Ты глазки не прятал, ты классный журнал, Когда смысл жизни ты нам объяснял. Мы не забудем ОБЖ, Хоть надоело, но нам уже не ждет. Упал ли ты в пятном сердечный мир, Он постоянно в глазах нам предыдит. Андрей Михайлович, Михайлович Андрей, Ты много указок сломала детей, Ты глазки не прятал, ты классный журнал, Когда смысл жизни ты нам объяснял. Здесь, сидя за партой, можно и с ума сойти, И решили дружно, классно, и в столовую сойти. Здесь вас пиры на обслужив, Предоставят по меню, Столик на двоих заказан, Все вам продадут. Перемена веществая, Надо сытно всех кормить, Булочку шейком поставят, И сосиску на двоих. Ну а если вы решили здесь добавки попросить, Не мечтайте в самом деле, Лучше вам про то забыть. На всю жизнь свою Запомним мы столовую, Ее классные блюда Не забудем никогда. А-а-а! 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 А-а! А-а-а! А-а! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы подкрепили свои физические силы и можем смело продолжать путь обучения, но уже не гуманитарных, а точных наук, к коим относится алгебра. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ 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 ЯЗЫКЕ Кто-то знает все на свете, он поможет нам всегда. Даже если в двери школы постучится друг беда. Он останется таблетки, накачаясь и шприцы. Кто-то знает, в этой школе лечат нас, а не шприцы. Типи делают приливку под названием «Монтур». Ты здоров, ты кинешь классные уроки, Гранатур. Кто-то знает все на свете, он поможет. Школа, родимый наш дом, Много здесь лет мы трудились, Но спеть хотим вам о том, Как языку научились Русский язык наш родной Правила, долго зубрились На протяжении лет Классным одним научились Ки-о, 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 а-ки-о И-о, 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 и-и-ы О-и-о, о-и-о, и-и-о А-я, 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 и-и-ы Ты наука очень странная О тебе так мало знаю я Я тонну шкод С тобой принес Писька Если б не учитель, то не понял я Мирной силы притяжения Что тянет нас обратно в глаз Как же я люблю тест-контрольные писать Если не пойму, можно что-то угадать А-а-а begitu Писька Об учителе сказать хочу Ждать предметы не совсем рублю Для вас люблю Люблю, люблю Физика АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как беззаботно детство плывло, Всё было просто и легко. Наш первый класс, первый день, Когда мы в школу приходили. Ах, как же молоды мы были! Куда же детство пришло? Тебя, Мышко, не забудем. Ты в нашем сердце сохранил Свой дом родной, Где мы учились, И всё, что связывалось с ним. Уроки плыли чередой, Мы постигали все науки, Порой испытывали муки, И доставалось нам порой. Мы повстречали здесь любовь, Друзей надёжных повстречали, Переживая все печали, И в школу всё же спешили вновь. Перелистал известные тома... Десять лет, как сказки пролетело, Вспомним, дорогих учителей, И в ночи все учиться надоело, Но на душе не стало веселей. Ох, рано вставали в школу, Ох, поздно, и в школы шли. Не забудем мы эти годы, Годы детства, Ужные любви. Раскуши головой, Ох, рано вставали в школу, Ох, поздно, и в школы шли. Не забудем мы эти годы, Годы детства, Дружбы и любви. И было вам, наверное, тяжело, Но вы нам сердце добрым сохранили. Вы любили нас, как любит мать, Прикрывая наши все врагу, И коснели, защищая нас, Нас перед каждым в трудные минуты. Как-то сердились и мы, И такое иногда бывало, Но без вашей большой любви Нам все богатства школы будет мало. Скоро расстанемся мы, И в минуты эти расставания Вам спасибо сказать должны, А лишь потом мы скажем до свидания, Но забыть мы не сможем дни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 и похвальная грамота и ваш господин Анастасии Викторовны. Вручастность и образование и похвальная грамота Тосниной Юлии Николаевны, учителю английского языка Храмковой Ирине Леонидовне. В общем-то, сегодня аттестаты по образованию получают не только учащиеся 11 класса, но и учащиеся, которые обучались у нас в этом году по программе ЭПЭС. Это Анна Мюллер-Трибуш из Германии и Джеральд Дейкер из Усен-Фи. Сегодня закроется последняя страница вашей школьной жизни. От всей души поздравляем вас с торжественным получением аттестатов в Саку-Средней Общей Школы. А завтра перед вами откроется дорога в большую жизнь со всеми ее радостями и трудностями. Вы уходите в нее и уносите с собой частицу нашего учительского свержа. Не важно, кем вы будете, важно, какими будете. Важно любить то, что будете делать. И тогда круг вас будет счастливым и творческим. Вы с домом, где вас любят, помнят, вас верят и вас ждут всегда. Родители и выпускники, я от всей души в этот торжественный день и в этот торжественный час поздравляю вас с очень важным событием в нашей жизни. Это вручение очень важного документа, аттестата о полном среднем образовании, которое дает дорогу к жизни. Когда-то назывался этот аттестат зрелости. И я уверена, что те аттестаты, которые получили наши ребята, это действительно аттестаты зрелости. Мне хотелось бы сегодня сказать, вот вы все слышали, вручала Тамара Владимировна, 52 аттестата. 14, двое, два человека получили медали, золотую и серебряную. 14 учащихся из 52 получили похвальные грамоты за особые успехи в изучении отдельных детей. Конечно, большой труд приложили и наши дети. Поэтому на этом прочном фундаменте, я думаю, они построят прочные здания. Нам не придется за них стыдиться. И мне хотелось бы, как физику сказать, я очень надеюсь, что закон сохранения той энергии, которую вложили педагоги, которую вложили родители, она не исчезнет бесследно. Она воплотится в хороших, творческих делах. И имена наших путников мы еще услышим, когда они прославят себя, вас. Ну, я надеюсь, конечно, не забудем, что нашу школу номер 24. Спасибо вам всем большое. Великодушно, как щедра природа в своих проявлениях. Сданы экзамены. Я думаю, что самый главный экзамен и самый, наверное, сложный, это, я думаю, что все со мной согласятся, это было сочинение. Экзамен на творчество, такая вот школьная газета, мы начали ее в этом году издавать, пробы пера. Вот мы сделали им на память две такие миниатюрные газеты. И я хочу им сегодня их вручить. Там есть у нас 50 фойер, вы можете почитать. Это действительно очень хорошее, зрелое сочинение. Вот, а сейчас я прошу вот на память взять эти работы. Миша Ильяна. Читайте. Учебный славный поединительный газ поднимает все свои воскресенные души и творительства души. Миша Ильяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо сложено, я бы сказала, атлетически, красиво сложено парням, которые своих результатов достигли благодаря дружбе с аспортом. Разрешите вручить почетную грамоту ученику одиннадцатого класса Порунову Вадиму за активное участие в спортивной жизни школы. Ученику одиннадцатого класса Погоенко Сергею. Приглашается ученик одиннадцатого класса Тридма Иванова. Почетная грамота вручается ученик одиннадцатого класса Артемьева Елене. Почетная грамота награждается ученик одиннадцатого класса Морозов Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетная грамота награждается ученик одиннадцатого класса Антюхов Дмитрий. АПЛОДИСМЕНТЫ Почетная грамота вручается ученик одиннадцатого класса Голубева Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Награждается ученик одиннадцатого класса Наумкина Екатерина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ученик одиннадцатого класса Губин Артёк. АПЛОДИСМЕНТЫ Ученица одиннадцатого класса Смирнова Наталья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня звучат для вас в этом зале. Но я бы хотела сказать слова благодарности тем ребятам, которые за короткий период времени стали нашими самыми близкими друзьями. Это те ребята, которые успевали и хорошо учиться, и успевали выступать в спектаклях и в концертах, радовали нас своими улыбками, своим хорошим настроением, своим мастерством. И те коллективы, в которых они занимались, это театральный коллектив, танцевальный коллектив, ансамбль русских народных инструментов, да, были неоднократно лауреатами и районных, и городских фестивалей искусств. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, я хотела бы наградить и Башковскую Настю, ученицу одиннадцатого класса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Соснина Юлия АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Смирнова Наталья АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодец Александр! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сидим, мы же есть микрофон, микрофон, открывайте, да. И слушаем, какие вы микрофоны. Но нам, в какой-то области не страшно будет, значит, наш. АПЛОДИСМЕНТЫ И в зале кому-то смогли помочь сегодня впереди. Вот и всё. Через последний дан экзамен. И в зале озвучит накрощальный вазь, Добрыми, усталыми, но строгими глазами Сегодня школа жизнь проводит вазь. А навстречу вам выходит солнце, Зажигает яркую зарю. И не я одна своим кисломцем В этот час рассветный говорю. Молодость. Возьми с собой в дорогу Самую заветную мечту. За людей душевную тревогу. Сердце жаль. И мысли чистотой. Щебрость чувства. Стойкость буря жизни. Мужество сражения до конца. Верность другу. Преданность общественной. Имя гражданина и борца. До встречи отходи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите друг на друга, повнимательнее посмотрите, я к вам обращаюсь. Ребята, это не случайно, с 97-го, потому что вот в таком составе нам больше никогда не придется собраться. С завтрашнего утра вас жизнь разбросает по разным дорогам, и как бы мы не хотели, очень хотели, но все вместе, нет, мы не встретимся. Такова жизнь, и ее подчас переделать невозможно. Я как раз и начну. У меня в руках ваши анкеты. Если вы помните, на 23-го мая вам был задан вопрос, с каким чувством вы уходите из школы. И вот ответы ухажают в школы с чувством радости и облегчения трудным. И на ум приходят воспоминания о счастливом детстве, 5-летней давности. Школьные воспоминания и впечатления останутся со мной на всю жизнь. Очень жаль, что быстро пролетели эти 10 лет. Это как очередной пролет лестницы, на вершине которой мы стоим. И нужно шагнуть дальше. Но очень жаль, покидать ту ступень, на которой мы находимся. Школа для нас это то, что останется только в памяти. То, что будет перед нашими глазами всю жизнь. И до чего уже, увы, не досядешься. И 4 года, проведенные в школе. Конечно, горько осознавать, что никогда в жизни не будет таких друзей. И вообще, самой атмосферы школы. Все было хорошо. Мне жалко расставаться со всеми. Мне будет не хватать этих мучительно звонков, постоянного шума одноклассников и философских рассуждений. Шуток, порой язвительных и строгих, а порой мягких и нежных голосов наших учителей. Еще не ощущаю, что это неделя последняя в моей школьной жизни. Но когда подумаю о том, как я не буду каждый день видеть учителей, это мои старые мамы, подруг, друзей, не буду сидеть в полудреме на уроках, получать двойки и пятерки, запускать галки на пифике, становится очень грустно и обидно. В этих стенах я провела лучшие годы школьной жизни. Такое ощущение, что что-то теряешь. Может это боязнь переступить порог в новую жизнь, может это чувство и понимание того, что теперь ты должен сам постоять за себя и найти себе место в этой жизни. Но скорее всего, это пустота в душе от того, что это все последний раз в жизни. Последние уроки, последние перемены, последние школьные оценки. Очень жаль раздаваться с полюбившимися учителями и даже с грустными замечаниями. Есть какая-то маленькая надежда, что когда-нибудь мы соберемся все вместе и приведем хотя бы... А желаний будет больше, потому что сейчас все еще свежо в памяти. Все вчерашние дни мы просто не понимаем предстоящей утраты. И таких анкет много. Слов, сказанных в адрес... Теплых слов, сказанных в адрес школы, в адрес учителей, очень много. И это приятно. И, конечно, один и не всех коллег скажут несколько слов. Подготовка, например, к урокам в 11-м В занимала 2-3 часа. У меня? Потому что мне надо буквально ко всему быть готовой, ибо глаза девушек, как буравчики, требуют ответа на все вопросы. А Ларисе Юрьевне приходилось готовить на 2-3 часа, потому что, чтобы они все поняли. После такого урока идешь в 11-й А. Там желающие отвечают все. И вид делают о том, что знают буквально все. Но это слово, полслова, реплика, или какая-то незаметная фраза. Но когда доходит дело до того, что нам аналогический ответ, в доске пойдет, наступает минута молчания. И тогда кто-нибудь, например, Сережа или Дима, говорит так, «А давайте лучше фронтальный поговорить». И что ж, поговорим. Если я вечером не посмотрела программу «Время» или не прочитала статью в газете «Известия», то Андрей Петров, более бурметров, или Андрюши Никрутов обязательно скажут, «А вы читали указ подпитанный президентом?» Вы слышали? Или о том, что новое оружие, дальность его полета или протозит. Вот и приходится. У меня здесь. Но вот позади 10 лет, которые пролетели 11, а для кого-то 10, пролетели очень-очень быстро. И сегодня на этом школьном вечере прозвучат для вас уже прозвучали очень много теплых слов, очень много пожеланий. И пусть они не все сбудутся, и не все ваши желания исполнятся. Но мне только хочется закончить свое выступление словами Булата Агуджавы. Давайте жить друг другу, друг друга удивляя. Ведь жизнь, она короткая такая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, уважаемые учителя, я с радостью присоединяюсь к всем теплым словам, которые были сказаны сегодня. Знаете, есть одна очень недобрая традиция Говорить все самые хорошие слова в самый последний момент Когда после уже трудно что-то сказать Эту традицию, конечно, нужно ломать Но сегодня, видимо, приходится признавать, что И мы часто не умели сказать нужные слова благодарности В то время, когда близкие нам люди по-настоящему эту благодарность заслуживают И сейчас в моих кругах этот шанс, и я его не упущу Я учусь в этой школе уже пять лет И я очень рад, что я попал именно в эту школу Я уверен, что если бы я попал куда-то в другое место, то все было бы совсем по-другому И я уверен, что наша школа может быть... Это привилегия для нашей школы, то, что здесь работают такие замечательные учителя Настоящие мастера своего дела Я хочу сказать вам, что если бы в прошлом году, буквально в прошлом году Тамара Владимировна не сделала свой первый шаг для того, чтобы я поближе познакомился с химией То я не получил бы всего того, что имею сейчас И возможно, что я не сделал бы правильный выбор А в своей дальнейшей учебе Наша школа может просто гордиться тем, что в нашей школе работают просто великие люди, я считаю Такие, как Елена Александровна Викотская Я уверен Вы все много раз сталкивались, наверное, уже и с традиционными, и с бибатами Которыми она руководит в нашей школе Помимо просто тому по себе замечательных уроков, которых вы не найдете ни в одном, может быть, другом кабинете Огромное спасибо вам Да Вашу поддержку Да Ваше время Да Вашу заботу Да, ваш труд Так, дорогие, вы проходите по коридорам родной, любимой школы, если на которую вам знакомы еще с детства Заходите в любимый класс, где недавно слышны были голоса друзей И видите парту, заготовленную друзей И вспоминайте, как недавно выходили к доске отвечать домашние задания Как иногда сбегали с уроков, как потом прятались учителей, которые грозились нажаловаться родителям Как бегали играть в волейбол, как готовились к ОВНам и так далее, и так далее И думается, как все-таки было здорово И как все-таки жаль Жаль расставаться Ну, а ночь расставания еще впереди, и нас ждет радость общения друг с другом Сегодня ваш праздник, дорогие выпускники, и все поздравления только для вас А что может быть милее теплого родительского взгляда? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пошли смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубы, сняли тёплые плотки. Нам в театре в раздевалке дали грудь номерки. Наконец-то я в болезни. Я забыла всё на спине. Я сейчас увижу, спею. В первом спорте в рюке я сижу, дышать не смею. Номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубу. С моей подругой Любой дабы сдрогнули слегка. Вдруг вижу эту номерка. Где её крутится по стене, я на стену не гляжу. Обыскала все колени. На мерка не на ходу. Может быть, он под стулом где-то. Мне уже и не табалета. Мы сильней кроют трубы. Я... КОНЕЦ 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 Я вам говорю, Татьяна Александровна Павлова, Михаил Шмоладович. Большое спасибо за приветствие. Я поздравляю всех дорогих наших выпускников с окончанием дневного секунда. И все, которые сейчас участвуют, участвуют на функции. Я вам говорю, Татьяна Александровна Павлова, Михаил Шмоладович. Я вам говорю, Татьяна Александровна Павлова, Михаил Шмоладович. 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 Зарезим сквозь советия, будем всегда по дороге внести, чем дорожу, чем рискую на свете я, Миром одни, только мигом одни, чем рисую на свете я, Миром одни, только мигом одни, счастье дано, Повстречать и виду еще, есть только миг, за него и держи, Есть только миг, между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь. Есть только миг, между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь. Итак, мы сегодня говорим спасибо нашим учителям. И для того, чтобы каждый из них сейчас мог оценить свою важность и значимость, Мы решили попробовать поменяться с нею местами. Сегодня они будут учениками, но мы займем вот почетный учитель. И к нашим ученикам приклеивали сложные испытания экзамен. На кого пойдет сейчас эта тяжелая время? Ага, разрешили. Итак, я хочу сказать, что участники этого экзамена определяют жеребевкой, И черепьевка показала. Итак, в экзамене принимают участие Бакунова Нина Михайловна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И это уничтожение. У вас. Спасибо. Представьте, что из всей истории вы знаете только биографию Александра Кирсона гранологический ранг в болтавской битве и расстановку ее в предварительном сражении. Расскажите, хоздаемых действий в курской битве, в коробочной битве. Спасибо. 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 Написать формулу жизни учителя. Используя следующие величины. Работа, семья, ученики, благополучие, здоровые, зарплаты, дети и бессонницы. А Митюхауне, я не сама. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любовь еще быть может в душе мою гасло не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то гробостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так искренне, как дай вам Бог любимый другим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Простите. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу побыстрее, пока не забыла применение. А то, что лучшее благополучие сейчас будет. Применение одно. Из журналов это вещество удаляется. Единицы, двойки, тройки, сутки желательно. Остается одна, единственная, целка, пять. Тогда все артисты вручаем. Голосой в педаль. Благополучие, с какой стороны раз моглется. Учеников, раз, учителей, два, и родителей. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пять урок отдала. На урок истории пошла. Узнала, куда уходила Маша Коширенкова после второго. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему Наташа Кременна пришла только на шестую фотку? АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Грая, давай, давай, запись. Скажите, все равно здравствуй, дорогой, как вчера тебя я видел. Вера, закраться, что ты можешь меня назвать, просто город. Хотя меня тоже не называй. Ваше превосходительство. Верда, еще не вернулась. Еще не вернулась. Карп. Ваше превосходительство. Они еще не вернулись. Господин сказочник присутствует тут. Как вам все здесь? Далее в высочество прибыли сюда. Они тоже приехали посмотреть невероятные генда. Вы совершенно правы, моя девушка. Только после третий тысячи дней Я была в предупреждении сезона. Наше терпение предназначено все границы. Одесса родной на мне. Одесса, пожалуйста, одесса. Нет. А я не приехала. Мы только не говорим. Мы решили приехать сюда, поступить в русский институт, тем более, что дома очень, вообще, невесело. И когда я уходил на борт погулять, то ребята часто дразнили меня, оскорбляли. Ну а я, чтобы спастись, я рассказывал им сказки, и когда хороший герой попадал в педу, они кричали «Спаси его быстрее, двиноногие, а то мы тебя поколочим!» Ну, что ли? Ну, что ли? Ну, что ли? Какой жил по всему, потихаре нет. Даже нас было и не сюда, поэтому мы на север, может быть, у вас ее сом. На север, на север. Мы-то думали, что еда уже вернулась. Вернулись дети, вернулись дети! Это не я, дракат! Мой друг, скажите, что с детьми? Где они? Скажите мне? Вы все боитесь мне сказать, что случилось с детьми? Я не думал, что это ничего не смеется. Но спрятый да что не знаю! Но каждый день я видела темные окна! А сегодня увидела свет и подумала, что дети вернулись! Я теперь убежала по лестнице, 3-ти лет упала в моих плечах. А когда я вошла, бодрые обеды катались на моих плечах, где дети еще не вернулись. Успокойтесь, бабушка, успокойтесь. Сядь и присядь. Не нервируйте мне все равно, как у меня больно. Я немножко к тебе дохну, и на бою вас терчаю. Стучат. Вот эти ступеньки стучат. Эй, блин! Друзья, ты довернуйте мне мальчишку. Иначе я вас сейчас всех приурочу в лед. А я... Раскрыл. И продам. Ну, мальчика, не сними. Дорогу, бесси не убедитесь. Кань! Кань, иди скорее сюда ко мне! Я пришла за такой, мальчика. А не грязь у тебя. Парни, мои бабцы, он наш. Ну что? И вы здесь нет. Имейте в виду, господа. Стоит мне только взмахнуть рукой, и здесь вас зарится полная тишина. Поняли? Маши руками, ногами, глазком все равно мы себя не даем. Все, у кого горячее сердце... Дорогу, нашей власти не будет конца. Победи! Вы ответите на все. Стоит, скорее люди полетят по воздуху, как в тесто. Отключиться? Стоит. Идем отсюда. Опять стучат ступеньки. Что это значит? Это значит... Вот что это значит. Баба... Папа! Папа! Я больше не буду! Я больше никогда не буду! Я не вернусь к снежной короле. Я умру, если она возьмет меня к себе. Я не люблю ее! Я люблю тебя, бабушку. а в 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 сердце я обгибаю его к словам и плакала, плакала, а она в земле растаяет. И, кри-бле-кра-бле-бун, вы пришли домой. Друзья ваши ждали вас. Все хорошо. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что наши друзья враги могут сделать нам пока сердца наши кричит. Ничего, пусть только покажутся, и мы скажем им. Эй вы, с них, с нам, с норы. Фуры, пантилюры. Дамы и господа, леди и джентльмены, собственно, что это у нас сегодня здесь? Юбилей в КВН или... Мальчики, вот вы все. Мальчики, вот вы все. Мальчики, вот вы все. Ну, конечно, я вас наш мат. Давайте найду, что делаем. Да, да, да. Ну, и что у вас работают с новым? А что нужно вообще? Да вы что, о чем вы думаете? Почти, пригодите играть в танцы. Грома положите нам. Где голуби? Да перестаньте барабаник. Артем, да выключи музыку. Девочки, бережки, бережки. Не забывайте, что вы. Почему, как что-нибудь придумать, как на вашем мороженом, жиром и яблочком? Пойте, поем. А что, господа, может быть, нашим другом уже три раза начинать? Пойте, кто-то поет. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ НЕПИН. В plug Матери, ну куда же вы? Да поздравим, Вадима, Капитан, Бог. 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 Бог. Капитан, Бог. Капитан, Бог. КОНЕЦ 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 Про ОБШ, как на войне, за ворону видишь во сне. ПЕСНЯ Ты нам объяснял, что выражаешь, хоть надоело, но нам уже Давайте вырегибай, с моим взгляд нам всех пришли мир Ты видишь и ждёшь, что это место мисла Ты на кнопки жмёшь, ничего не вышло, вдруг подходит дом Ласковый и странный, погружённый сон И стучит попастье, а в голове всё кнопки, всё кнопки, всё кнопки Я снимаю О, вид хороший, хороший, на сумму Ну чё по телевизору смотреть? Я предложение, пойди на ту сторону А не на этой стороне Взял, ты камеру включил Включил Потом на кассету перепишу Вот супер гитарист идёт, снимай быстрее, пропустишь Попечём потом на каштепле Мы сейчас, давайте чего есть, а мы с ним пчёлки разберут Хлеб, пчёлки, рвозы А не пчёлки-то нету Возвращаются Прогулялись они Идут, идут они Я чё люблю вот эти вот контейнеры у меня, вот такие Такие вот? Нет, вот такие, из-под мороженого Это не из-под мороженого А, хорошие они, да Я в холодильнике даже всё не кладу Само мороженое, чем контейнер, да? А, включи Так, мальчики, кто у нас за дровами Давайте-ка Мальчики, давайте друг немножко, а Бери пакет на пустое Семечка А где наши мальчики? Ну прям нам в каждой хотя бы Почему нам так мало осталось? На костюм возьмём И вот у тебя костюм Ильич, ты за дровами? Ну вот у тебя костюм Мастопопа-то не ездят Мастопопа-то не ездят Ты пропали Ну чего их Вот он Вот он Девцы Наверное, они там решили Пошли Пошли Давайте девчонки Голдровая машина Мастопопа Прок victorious Вот что Он мне терпит Он or Раньше Иди Всё Пап так Пошли Б rac hunter Натал Мое хорошее Так Это М Wikipedia Покусить Андрюха Неблюдова. Покусить Андрюха. 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 Покусить Андрюха.